Большую часть продуктивного трудового дня дети проводят в школе, а их родители на работе. Именно поэтому иногда посещение поликлиники становится проблематичным. Отвести своих чад к специалисту просто нет времени. Но, кажется, решение нашлось. Все медицинские осмотры, профилактические осмотры проводились на базе образовательного учреждения, чтобы мы отслеживали состояние здоровья и в электронную информационную систему передавали педагогическим работникам состояние здоровья ребенка, группу здоровья и физкультурную его группу. То есть не только провели учреждение профилактический осмотр, и все в электронной системе передали эти данные. Именно так должен модернизироваться существующий проект партии «Единая Россия» – школьная медицина. Автором новой модели профилактической деятельности стал главный врач Видновска района клинической больницы Бутай Бутаев. А пилотным учреждением – Лопатинская школа, где на днях состоялось выездное совещание с участием представителей Совета Федерации, Государственной Думы, а также правительства Российской Федерации. 95% опрошенных считают, что в школе и детском саду должны обязательно присутствовать медицинские работники. 95% в каждом доме. Из них 84% считают, что присутствие медицинского работника должно быть ежедневным. При этом, что тоже важно, был тоже задан вопрос, который для нас актуален. 69% опрошенных считают, что школьные и медицинские кабинеты нуждаются в переоснащении и укомплектовании медицинским оборудованием. Также статистика показывает, что 20% от числа всех обращений в медицинские учреждения связаны с получением для ребенка тех или иных справок. Благодаря внедрению в школах электронной системы ЕМИАС делать это можно будет в учебном учреждении. И все медицинские работники в этом медблоге заносят всю информационную систему ЕМИАС в Московской области, которая доступна как для врача-участного педиатра, так и для врача-дошелого. Это очень важно. Мало того, что это еще и отражается в лечении у родителей. То есть весь осмотр видят и родители, и врач-педиатр на участке, и врач дошкольного отделения. Сегодня законопроект находится на финальной стадии принятия. При положительном исходе он поможет выявлять патологические заболевания на ранних стадиях, правильно формировать курс физического воспитания ученика, систему его питания, сохранить здоровье подрастающего поколения. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.